Привет всем, друзья! Меня зовут Ольга, а вы в моем журнале Жизнь на Распашку. Сегодня я, как и обещала, создаю ролик, который показывает, как безотходно использовать укроп. Итак, я для вас набрала вот такой пучок укропа, прям целый веник. Он, конечно, не очень большой, потому что я регулярно посещаю свой огород, поэтому в любое время могу воспользоваться. Но сегодня мы с вами сделаем заготовочку для тех, кто укроп может приобрести за один раз, и потом ему потребуется хранение. Итак, что мы с вами будем делать сначала? Вот прям начнем от самого начала. У меня стебли, как вы видите, с корнями все еще грязные, только что с грядки. Поэтому первым делом мы с вами сейчас отсекаем корни вот таким образом, которые нам не понадобятся, и я их в стелостную яму уберу. Дальше у нас с вами остались стебли, соцветия и листья. То, что я сейчас перечислила, я очень быстро отделю и скину в воду для того, чтобы они у меня там промылись очень даже хорошо, частенько. На это потребуется время. Вот таким образом мы оборвем с вами все листики. Соцветия у меня пойдут туда же, просто потому, что они сейчас еще не с семенами, мягкие, вкусные и источают свои фитонциды. Зачем листья и что я с ними делаю? Сейчас я их промою, обсушу и отправлю в морозильник. Там они у меня заморозятся, и это у меня будет заморозка на зиму. Вот таким образом я сейчас обдеру каждый стебелек. Итак, продолжаем. Что мы имеем сейчас? Значит, у меня голые стебли, вот вы их сейчас видите. Они у меня промыты, просушены. И сейчас я их измельчу для того, чтобы потом очень спокойно и аккуратно прокрутить в комбайне. Прокрутить зачем? Потому что эта приправа у меня будет находиться в таком жидком состоянии, типа соуса. Итак, вот я сейчас измельчила. Эту массу я прокручу и покажу вам дальше. Так, не забываем, что в это время у нас с вами мочатся листочки, отмокают от всяких жучков, паучков, червячков и готовятся к заморозке. Итак, я смолола стебли укропа и у меня получилась вот такая вот кашица. Посмотрите, она темно-зеленого цвета, выделяет сок и ароматно пахнет. Тем не менее, вы помните, какие стебли у нас были жесткие, длинные, оборванные от листьев. И сейчас это вот такая мягкая кашица. Мы продолжаем делать. И сейчас я добавлю в эту кашицу еще чеснок. У меня вот есть чеснок, только что я его сорвала с грядки, он у меня еще весь грязный, как вы видите. В этом году чеснок уже довольно приличный, хотя ему еще не длили две, спокойно можно еще расти, и он будет расти. Я сейчас его обрежу. Так, головку почищу. Вот таким образом. Ну, он еще маловато, конечно. Не совсем еще он готов к употреблению. Но, тем не менее, запах чеснока сейчас очень хороший. Сейчас мы его так вот ополоснем. Разделим на дольки. Дольки вот здесь у нас сейчас делятся. И у меня есть такая качалочка, с помощью которой мы сейчас этот чесночок очень быстро раздавим. Качалочка пресса. Очень мне такая штучка нравится. Весь чеснок, она вот таким образом. Мы ее прокачиваем, так сказать. Ну, вот такого количества чеснока, я считаю, достаточно. На обратной стороне у нас только остается молодая кожурка, которая, видите, она у нас никак не режется пока, потому что чеснок не готов еще для выемки. Но, тем не менее, аромат очень хороший стоит. И, видите, я сейчас в свою чашечку сложу этот чесночок выдавленный для большего аромата. Так, сейчас... О, комар присосался. Сейчас я, значит, перемешиваю эту кашицу с чесноком. Аромат вкуснейший. Сейчас я добавляю столовую ложку соли. Вот на такой объем стеблей, который я вам показывала. Вот таким образом. Перемешиваю. Сок с солью уже начал выделяться более обильно. Что для соуса, в общем-то, и надо. Так, теперь наливаю любого растительного масла. Ну, ложки-две вот на такой объемчик. Так. И вновь перемешиваю. Вот таким образом у меня получается прекрасная паста из стеблей свежего укропа. Теперь я к чему это веду разговор, что фитонцидов в стеблях содержится намного больше, чем в листьях и даже в соцветиях. По той причине, что стебель толстый, с мякотью и питательных веществ там задерживаться больше. Поэтому стебли полезнее еще и всех других частей укропа будут. Сейчас вы видите, кашица из укропных стеблей готова к употреблению прямо сейчас. Хранить ее нужно в холодильнике. Если вы хотите похранить ее несколько дольше, то вам нужно добавить сюда небольшое количество 9% уксуса и закрыть в стеклянной банке под крышку, под обычную, и хранить в холодильнике. Тогда у вас эта смесь сохранится на более долгое время, продолжительное время. Значит, что с этой пастой делать и куда ее добавлять? Ее добавляют в суп, в салат. Она готова к употреблению, то есть там масло, соль, чеснок и стебель укропа. Поэтому это идет как приправа все-таки. Приправа может быть к мясу. Ее можно употреблять как в сыром виде, то есть добавлять, допустим, салат из помидорчиков, огурчиков покрошили. И вот немножко ложки добавили этой пасты. Перемешали, у вас и запах, и зелень, аромат, и в то же время питательные вещества все сохранены в таком виде. Но при добавлении, допустим, свежей салата этой смеси, не забывайте, что она уже содержит в себе растительное масло и соль. Ну и сейчас мы с вами вспомним о том, что мы с вами оставляли. Это листья укропа вместе со цветами, с мягкими замоченными в воде. Они у меня достаточно уже все обмылись. Сейчас я их откину на полотенчика, и они у меня обсушатся. Так на полотенчике просохнут. Дальше я не буду мельчить. Некоторые замораживают в смеси вот так, как я вам показала. Но я не люблю такую заморозку укропа. Я замораживаю целыми веточками, отдельно кладу на поддон, замораживаю, а потом складываю в пакетики и заворачиваю. Вот таким образом мне укропа хватает до самого следующего года, то есть до весны. И спокойно, пока укроп новый не вылез из земельки, можно этим укропом пользоваться. Добавляйте его также в салаты, супы, в горячие, холодные блюда, то есть по вашему вкусу. Ну что, дорогие друзья, вот так я показала вам безотходное производство укропа. Милости прошу на мой канал. Подписывайтесь. Продолжение следует...